Закон, направленный против воров в законе в Украине, фактически не работает. Ни один из видных криминальных авторитетов по нему не был привлечён к ответственности. Об этом сообщила главный редактор информационно-аналитического агентства Prime Crime Лили Харина. Говоря о провале борьбы с ворами в законе в Украине, Харина отметила, что кампания против криминальных авторитетов не была пиар-ходом украинского президента Зеленского. Так же, как в Грузии и Армении, это была законодательная инициатива, уступавшая из-за океана, сказала Харина. В то же самое время собеседница отметила, что несмотря на проведение российской спецоперации, правоохранительные органы Украины сумели выдать Испании вора в законе Кулу Шимазашвили, Руставского, которому там грозит большой срок затмывания денег и причастность к организации убийства. 14 мая 2021 года президент Украины Зеленский провел заседание СНБУ, на котором утвердил список криминальных авторитетов и воров в законе, попадающих под санкцию Украины. В нем оказалось почти 700 человек, 557 воров в законе, из которых только 15 – украинские граждане. Кроме того, в списке оказались 111 иностранцев, которые проживали на территории Украины и считались криминальными авторитетами. Указом президента им запретили въезд страну, отказали в предоставлении визы и виды на жительство, их активы заблокировали, а тех, кто не успел покинуть территорию страны, разрешили выдворить принудительно. 17 мая украинские телеграм-каналы со ссылкой на собственные источники в офисе главы государства сообщили, что президент получил анонимные письма с угрозами жизни от криминальных лидеров. Сразу после этого охрану государства и его семьи усилили, а при СБУ решили создать отдельную группу, которая занималась угрозами в отношении президента. Субтитры создавал DimaTorzok